Виталий Портник Талибан утверждает, что западные страны должны сотрудничать с Россией и Китаем, когда речь идет об урегулировании ситуации в Афганистане и контактах с талибами. Таким образом, можно сказать, что российская тактика, связанная с тем, что обострение ситуации в Афганистане и захват страны талибами обязательно заставит запад сотрудничать с Москвой, начинает срабатывать. Министр иностранных дел Германии отнюдь не единственный западный политик, который считает, что Запад должен воспользоваться российскими услугами и действовать в Кабуле совместно с Москвой и Пекином. Тем более, что Российская Федерация и Китай это те страны, постоянные члены Совета Безопасности АОН, которые не закрыли свои посольства в Кабуле. Российский посол в Афганистане даже утверждает, что это посольство охраняется талибами и не видит никакой серьезной опасности для работающих в нем дипломатов. Стоит вспомнить, что уже в момент, когда талибы были готовы к контролю над всей территорией Афганистана, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации шли интенсивные контакты с представителями этого экстремистского движения, которое, кстати говоря, запрещено на территории Российской Федерации. И сейчас всем официальным и неофициальным российским медиа приходится проделывать удивительные кульбиты, рассказывая о контактах российских чиновников с талибами и указывая в скобках, что движение Талибан запрещено на территории Российской Федерации. То есть, проще говоря, лица, которые с ним контактируют, должны быть наказаны. Но, разумеется, никто никого не наказывает, потому что сейчас контакты с талибан, они в интересах Российской Федерации. Во-первых, потому что Россия прекрасно понимает, что если ей удастся установить особые отношения с талибами, этим вынужден будет воспользоваться Запад, которому очень трудно и контактировать, и доверять представителям радикального движения. Ну, а во-вторых, как мы уже неоднократно с вами говорили, потому что можно играть вместе с талибами на усиление нестабильности в Центральной Азии. Уже сейчас, когда министр иностранных дел ФРГ посещает столицы стран и региона, он может услышать от своих собеседников, что они рассчитывают на российское содействие в случае, если их странам будет угрошать опасность. А Москве только того и надо. Необходимо создавать иллюзию такой опасности, даже если ее непосредственно нет, для того, чтобы усиливать свое военное и политическое влияние в регионе. Доказывать своим союзникам, что без Москвы ничего не получится и уговаривать колеблющиеся страны, например, такие, как Узбекистан, который как раз и посещает министр иностранных дел ФРГ, что без российской помощи его режиму грозит серьезная проблема в лице Талибана, ну и, кстати, других экстремистских организаций, которые сейчас поднимают голову в Афганистане. Насколько Россия и Китай действительно готовы сотрудничать с западными странами относительно урегулирования ситуации в Афганистане, не на словах, разумеется, а на деле, мы сможем с вами убедиться уже сегодня. Сегодня как раз Совет Безопасности ООН будет рассматривать ситуацию в Афганистане. И российские и китайские представители должны будут озвучить то, как они действительно способны изменить ситуацию к лучшему. Насколько их контакты с талибами могут помочь и эвакуации иностранных граждан и людей, которые сотрудничали с западными представительствами из Афганистана. И тому, что против мирного населения Афганистана победители не развернут репрессии. Но, впрочем, есть еще одна проблема, гораздо более серьезная, о которой, вероятно, глава немецкого внешнеполитического ведомства тоже сейчас разговаривает со своими собеседниками в странах Центральной Азии. Это уже не Талибан, это Исламское государство, организация, с которой Россия наверняка не имеет таких близких контактов, как с Талибаном. И вот Исламское государство, которое действует с помощью террористических атак и вряд ли может простить Кремлю поддержку режима Башара Асада в Сирии, того режима, против которого Исламское государство вело непримиримую борьбу, и режима, который боролся с Исламским государством при помощи Москвы. Вот это уже совершенно другая история. Исламское государство не будет играть в дестабилизацию ситуации в регионе. Вместе с Москвой оно будет просто дестабилизировать ситуацию. И в самом Афганистане, если получится, разумеется, в странах Центральной Азии. Потому что, как известно, именно эти страны являются одной из главных целей экстремистского движения, мечтающего о всемирном халифате. И не является секретом тот факт, что существование в странах Центральной Азии клановых коррумпированных режимов, ориентированных на Москву, и повальная бедность населения, которая превращена в нации гастарбайтеров для обслуживания Москвы и других российских городов, Вот именно эта ситуация помогает исламскому государству вербовать людей, которые потом становятся смертниками или воюют в отрядах боевиков на территории Ближнего Востока или Центральной Азии. Можно сказать о том, что Россия своим стремлением поддерживать клановые автократичные режимы по образцу и подобию режима Владимира Путина, а только центрально-азиатским акцентом сама породила такой глобальный терроризм в регионе и не оставляет молодым людям, у которых нет никаких особых перспектив собственных странах, которым остается только надеяться на то, что они будут приняты на какую-нибудь черную работу в России, никакого особого выбора. Так и создается база для терроризма, а вовсе не путем исключительно идеологической пропаганды, как об этом вы можете подумать. И вот сейчас Россия, которая во многом причастна к тому, что радикальный исламский терроризм торжествует в регионе, причастна и историческим путем, потому что базу для такого радикального терроризма создала советская оккупация Афганистана, причастна и путем сегодняшней поддержки автократичных режимов странок Центральной Азии, причастна и потому что постоянно пытается использовать радикальные исламские движения в своей игре с западными странами и центрально-азиатскими правительствами, сейчас Россия будет выглядеть в качестве добропорядочного партнера для урегулирования ситуации, что, собственно говоря, Владимиру Путину и нужно, чтобы на Западе сейчас не обращали особого внимания на российские действия, например, на европейской части постсоветского пространства, позволили Владимиру Путину дестабилизировать ситуацию в Украине, накапливать войска у границы с Украиной и поддерживать авторитарный режим Александра Лукашенко, взамен на то, чтобы Путин стал партнером западных стран в урегулировании ситуации в Афганистане. И поскольку Афганистан это сейчас самая большая головная боль, самая большая проблема и для Соединенных Штатов Америки, и для европейских стран, контингенты которых еще недавно находились в Афганистане, и которые сейчас эвакуируют из Афганистана своих граждан и сочувствующих демократии людей, понятно, что это на определенном этапе и в определенных размерах действительно может сработать. Не надо думать, что та ловушка, которую сейчас Владимир Путин конструирует для западных политиков и дипломатов, так и останется невостребованной. Слова главы немецкого внешнеполитического ведомства необходимости сотрудничать с Россией и Китаем в деле урегулирования ситуации в Афганистане как раз показывают, что ловушка может сработать. И это плохой сигнал. Плохой сигнал не только для тех, кто рассчитывает на то, что западный мир будет опираться на ценности, но и для тех, кто рассчитывает, что поддержка таких стран, как Украина, противостоящих российской агрессии против их стран, будет действительно восприниматься Западом адекватно. Афганистан вытесняет, как хочет Владимир Путин, другие конфликты. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Удачи!